Всех приветствую на своем канале. Сегодня я получила посылку-потеряшку от Алены О, которая у меня выиграла на рандомном конкурсе. Ну, в общем, рандомно выиграла этот конкурс, который я проводила среди подписчиков. И вот она мне послала посылку ответную. Было, в общем, неожиданно, приятно, и я очень рада. Ну и посылка в Москве где-то гуляла-гуляла, но вот сегодня все-таки долетела. Буквально ночью она еще была в Ярославле. В два ночи тоже еще была в Ярославле. Мне пришло сообщение на мыло, что она уже в 8 утра побывала у нас в сортировочном центре в Угличе, и что ее можно, думаю, уже получить. Ну, я днем ездила в больницу у бабушки, потом еще что-то, и в результате я уже смогла только вот с левого берега от подружки шла уже где-то в 6 часов, где-то пешкодральчиком. И так несколько километров по жаре, и уже в последний момент шла уже на нашу почту. Благо у меня там знакомая работает. Ну, как знакомая, просто она меня уже знает хорошо. И если нет уведомления, но есть паспорт, то она вполне выдаст. В общем, получила эту посылочку наконец-то, но распаковала, посмотрела, потом уже поскакала в сад. Пришла я сейчас в сад. Вообще, я планировала записать несколько еще обзоров про запас, но что-то, я не знаю, мне кажется, сил у меня сегодня не будет, будет только на одно. В общем, ночной обзор, пожалуй, тут у меня вышло пакетик. В пакетике еще один пакетик, еще три пакетика. И вот тут такая классная открыточка с ежиком. А я как раз буквально сегодня ночью закончила перевод очередной главы. И там у нас есть такая манга «Любовь ежика». Если из тех, кто смотрит меня, есть любители манги, то я вам очень советую почитать. Это все это манга и очень такая, ну, забавная романтика и прочая такая хренатень. Вот там тоже был как раз ежик. И вот тут такой же ежик. Вот тут стишок такой, «Люля» от Алены. Я думаю, что ничего такого суперличного тут нету, поэтому можно это показать. И ссылку под видео оставлю на канал Алены. Заходите к ней на канал, смотрите видео и подписывайтесь на нее. Так-с, вот ежик такой. Сейчас конкретно такой ежик. Очень забавный ежик. Еще тут был магнитик с Москвой. Я потом его достану из пакетика и приделаю, конечно, на холодильник. Очень я рада такому магнитику. Красивый, словно картиночка такая. Вообще, у меня есть магнитик из Царицына. Ну, я не знаю, может, с Москвой, конечно, есть. Вот у меня тут был такой пакетик от Эйвана. Ну и, соответственно, там была всякая такая интересная вещь от Эйвана. Вот такой вот шампунь. Эйвана Нейшерлс шампунь-ополаскиватель 2 в 1 с витаминным комплексом, грейдфрут и майоракуйя. 250 мл. В общем, я его обязательно попробую. У меня как раз буквально на днях закончился один из шампуней Гринламы. Ну и сейчас я пользуюсь другие, они тоже скоро подают к концу. В принципе, у меня есть еще шампунь, но чтобы не открывать, допустим, те, которые есть, можно попробовать вот этот. Спасибо большое. Буду пользоваться с удовольствием. Еще там была маска. Как раз вот к этому шампуню, да, вот тоже Эйвана Нейшерлс с витаминным комплексом, маска для волос, грейдфрут и маракуйя. 125 мл. Мне вообще очень нравятся вот такие маски Эйвановские вот в таких баночках. Они еще такие вот, как иногда их даже хочется скушать. Вообще, я хотела обзор сначала, думала сделать как АСМР, но потом подумала, что некоторые люди все-таки меня смотрят не всегда те, кто тащится от АСМР. И думаю, не поняли бы юмора просто. Я решила сделать просто обзор. Потом вот такие вот духи Far Away, версия Limited. Я не знаю, пробовала такие или не пробовала, вообще когда-нибудь нюхала или нет. Ну и тут 30 мл, я потом их распакую и смахать. Я, в принципе, могу сейчас при вас распаковать. Тут заклеено и у меня вечно с распаковкой проблемы. Я могу распаковывать так, что потом коробочку уже на нее жалко смотреть. Вот, в общем. Да, вот такой классический флакончик. У меня вот такой флакончик еще тоже было. О, тут с одной стороны рисунок, с другой стороны надпись. Сейчас я его понюхаю. Кстати, интересный аромат. Ну, у меня точно раньше таких не было, кажется, духов. Ой. Что-то подобное у меня как-то было по запаху раньше давно. Ну, может, 10 назад. Ну, довольно интересный такой. Не сказать, что он на зиму, не сказать, что он на нет. Мне кажется, он универсальный. Ну, те, кто пользуется Эйвана, я думаю, они знают этот аромат. Но он мне нравится. Спасибо большое, Алена. Так, что тут у нас еще? Еще тут у нас была, насколько я поняла, это, кажется, пудра. Комбатная пудра безупречность. И сейчас я ее вскрою. 10 грамм. Вообще, на самом деле, я иногда засматриваюсь на эйвановские пудры, но у меня или жаба душит, или я что-то так думаю, фиг знает, прогадают цветом. Потому что последний раз, когда я пользовалась пудрой, она, не поверьте, была практически белая. Я так это, не помню, чего я фанатила, но я косила под привидение. Вот такая коробочка. После вскрытия живет 24 месяца. Так, сейчас соображу, как ее вскрыть. О! Тут, в общем, такая интересная пуховка. И вот такой, я думаю, он подойдет мне, этот цвет. Ну, в общем, я буду периодически пользоваться. По крайней мере, у меня периодически нос явно просит того, чтобы его припудрили. И мне некоторые люди об этом говорят. Тут еще было два пробника. Таких розовеньких. По-моему, я их периодически все хочу купить, но тоже каждый раз то забываю, то забываю. И вспоминаю уже, когда забыла. В общем, Avon & U. Заряд энергии, крем до лица, совершенство, мгновенное выравнивание. Думаю, как-нибудь попробовать. Ну, и потом в пустых баночках расскажу свои впечатления. По 2 мл каждый. Так, ага. Мне главное нравится, что оно розовое. Не знаю, как оно внутри будет. Так, и еще был, кажется, это какой-то лак-укрепитель для ногтей. Как я тогда прочитала на коробочке. А, базовое... Так, выравнивание, базовое покрытие для ногтей. Ну, сейчас я его тоже вскрою. Вообще, сначала хотела его вскрыть и намазать, накрасить ногти. А потом уже снимать. Но я что-то такая приползла с сада и стала кушать. И вообще забыла про все на свете. Такой вот, постельного цвета, мне кажется, он... Ой. Ну и, я надеюсь, видно? В общем, такой пахнет лаком. Так, это у меня был пакетик Эйвен. Я его сюда пока положу. Тут у меня такое вот прикольное полотенце с цветочком. Сейчас его... Ну, уж совсем распечатывать я его не буду. Думаю, что его видно. Вот такой вот коробочек. Тоже вниз пока. Еще было три пакетика какао растворимых. Для феста. Горячий шоколад классический. Сделаю как-нибудь. И, возможно, даже сделаю и запишу вам это ваше АСМР. Рустак, напиток растворимый с какао. Горячий шоколад. И тут какие-то еще истории на каждом пакетике. Там жена с мужем, что-то такое. Вот. В общем, попробую. Заценю. Спасибо. Еще большой такой пакет. Вообще, на самом деле, когда у меня подруга приучила, когда мы в разных кафешках с ней, ну, и путешествовали, были, она всегда... Или в ресторанах, она всегда, если были вот эти пакетики с сахаром, она всегда брала про запас. У меня даже лежит один из Белоруссии. Один, не знаю, откуда, может, из Казани. Один, кажется, мы с Микки в прошлом году были... Какие-то там... Муму? Или что-то такое. Москве есть какой-то... Какой-то кафе такой, там корова еще нарисована. Кажется, вроде Муму. В общем, у меня оттуда тоже еще сахар. Во! Сахар. Сахар, сахар, сахар. Вообще, можно в деревню вот так взять. Потому что я обычно очень редко сахар ем. Ну, в смысле, добавляю иногда. Только очень так вот, когда совсем помираю. И добавляю его в черный крепкий чай или в кофе. Так. Пакетик сюда. Тут, кстати, приятная неожиданность. Я вообще-то течение очень хотела одно время попробовать. Но периодически я зайду в магазин. О, печенье, ну, надо купить. Или забуду, или вообще... Ну, или... В общем, периодически собираюсь. У меня отбывательно такие... На некоторые продукты пройдут. Думаю, сейчас вернусь, куплю. Ну, и прошла мимо. Удобная упаковка для того, чтобы взять с собой. На дорогу, на работу, на учебу. Так. Покрути, резни, обмакни. Ну, и я думаю, там можно и не в молоко. Можно, наверное, и в какао. Вот такое печенье. Так. Еще тут были очень классные карандашики. Я думаю, ими можно не только раскрашивать то, что потом я покажу вам. Но и просто порисовать. Вообще, я одно время тащилась. У меня был такой запас и акварельные карандашики, и просто карандашики. И тут написано, что делано во Франции. В общем, я их заюзаю. Большое спасибо. Я, конечно, сейчас рисую очень редко, но метко. И вот такая хрень. Кажется, у нас кто-то... Или я во флудилке у нас видела что-то подобное, если я не путаю. Или просто еще что-то такое. Ну, в общем, антистрессовые раскраски для взрослых. Оставайся спокойным. Нарисован чай. Так. Больше 49 часов увлекательных занятий. Рассказ для взрослых. Подходит для всей семьи. Прямо обзор сейчас вам сделаю. И тут это на некоторых страничках есть какие-то такие высказывания всякие разные. В общем, довольно интересная такая. Я думаю, если у меня вдруг мелочь какая-нибудь придет, то есть чем занять даже. В общем, вот такая вот у меня посылка. Тут еще одно высказывание. Я очень довольна. Большое тебе спасибо, Алена. Вообще, я рада, что у нас так получилось, что ты у меня что-то тут выиграла в конкурсе. И неожиданно так было, что ты мне еще это... И послала сама посылку, которая где-то блуждала. В общем, я очень рада получить от тебя такой подарок приятный. И... Ну, даже не знаю, что еще сказать-то. В общем, рада. В общем, если вам это было интересно, то я рада, что вам это было интересно. Может быть, чем-то даже полезно. В общем, спасибо, если досмотрели до конца. Ну и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok